Способ 1. Быть всегда занятым. Чтобы держать вес под контролем, важно не переедать. Не употреблять большего количества калорий, чем необходимо организму для поддержания жизнедеятельности. Все излишки идут в жир, и свиной стейк, и спелый персик. Диетологи напоминают, полнеют не от определенных продуктов, таких как картофель или хлеб, а от избытка калорий, поступающих с любой пищей. Если переедать ежедневно, лишние килограммы непременно отложатся. Мало считать калории. Нужно еще и укладываться в норму, а для этого требуется контролировать чувство голода, усмирять его. Любые попытки заглянуть в холодильник после ужина должны сразу же пресекаться. Многие худеющие признаются, что это непросто. Есть несколько способов усмирить голод, они подойдут каждому из нас. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле, и одно из самых эффективных. Пожалуй, самая известная цитата писателя, психолога и педагога Дейла Карнеги. Оказывается, заниматься любимым делом полезно не только для физического и психического здоровья, но и для фигуры. Чем больше у вас занятий, тем менее вероятен очередной срыв, ночной набег на холодильник. Старайтесь заполнять каждую минуту событиями или делами. Посвящайте больше времени работе, заведите интересное хобби. Попытайтесь найти то, что действительно способно занимать и увлекать вас 24 дробь 7. Способ 2. Пить больше воды. Возьмите за правило употреблять не менее 1,5 литров чистой негазированной воды ежедневно. По двум причинам. Первое. Многие путают голод с жаждой. Чтобы не переедать, нужно всегда сначала попить воды. Если ощущение пустоты в желудке не проходит, значит, правда, пора принять пищу. Вода нужна для снижения веса. Жидкость обеспечивает поддержку печени, стимулирует пищеварительные процессы и перистальтику кишечника. Подробнее о том, сколько надо пить воды, чтобы худеть, читайте в этой статье. Способ 3. Физическая активность каждый день. Больше движения также полезны по ряду причин. Во-первых, это очередной способ быть занятым, вспоминаем способ 1. Во-вторых, любая нагрузка способствует сжиганию калорий. В-третьих, после интенсивной тренировки становится как-то жалко объедаться вредными вкусностями, ведь столько усилий приложено. Это психология. Важно, чтобы физкультура была в удовольствии. Поэтому стоит заниматься лишь теми видами спорта, которые вам по вкусу. Не обязательно заставлять себя заниматься силовыми, если вы как огня боитесь штангу. Главное – двигаться. Наиболее энергозатратные виды спорта – бег по пересеченной местности и по ступенькам, скайранинг, классический тайский бокс, альпинизм, скоростные велопрогулки. Самые щадящие – плавание, йога, пилатес, скандинавская ходьба. Просто выбирайте увлечение по себе и не сидите на месте. Способ 4. Меньше сладкого и разных быстрых углеводов. Неправильная еда не способствует длительному насыщению. Напротив, чипсы и шоколадки провоцируют частые приступы голода. Буквально через час после съеденного бутерброда или конфетки организм попросит еще. Откажитесь от кондитерских и мучных изделий, полуфабрикатов, фастфуда и снегов. Несмотря на высокую калорийность, эти продукты насыщают на крайне непродолжительное время, способствуют перееданию и набору лишнего веса. Способ 5. Больше клетчатки и белка в рационе. Белок способствует быстрому и качественному насыщению без чувства тяжести и вреда организму. Такая пища необходима для поддержки мышц, кожи, волос и ногтей. Кроме того, белки отвечают за регулирование обмена веществ, играют важную роль в поддержке иммунитета и похудения. Но злоупотреблять нельзя. Чем опасна любая белковая диета, считайте в этой статье. Чтобы белок приносил максимальную пользу, сочетайте его с овощами. Клетчатка проходит через кишечник, не перевариваясь, попутно захватывая все вредные вещества, токсины и шлаки. Клетчатка нормализует пищеварительные процессы, способствует избавлению от запоров, снижает риски развития онкологических заболеваний толстого кишечника. Больше всего клетчатки содержат овощи, бобы, фрукты и ягоды, злаки, орехи. Способ 6. Меньше стрессов. Не все неприятные события в жизни удается предотвращать и контролировать, к сожалению. Но специалисты в области правильного питания настоятельно рекомендуют избегать стрессов. Делать это надлежит всеми возможными способами. Психологи советуют меньше общаться с токсичными людьми, увольняться с нелюбимой работы, не копаться в прошлом и не принимать негатив, оставляя его тому, кто его принес. Человек, пребывающий в расстроенных чувствах постоянно, рискует получить расстройство пищевого поведения. Это может проявляться как в отсутствии аппетита, так и в чрезмерном его усилении. Женщина, которая часто нервничает, может заедать проблемы или, наоборот, сутками обходиться без пищи. И то, и другое одинаково плохо для здоровья и для фигуры. Способ 7. Соблюдаем режим сна. Учеными доказано уже давно. Люди, спящие менее 6 часов в сутки, могут иметь проблемы с лишним весом. Качество тела и состояние кожи при этом также ухудшается. Даже худая девушка, ведущая неправильный образ жизни, может выглядеть нездоровой, иметь дряблую кожу и целлюлит, обвисшие контуры тела. Проверенные советы по улучшению сна и щите в этой статье. Способ 8. Никакого алкоголя. Алкоголь – самый коварный враг красивой фигуры. Он очень калориен. Но самое страшное не это. Спиртное обладает расслабляющим действием и притупляет чувство ответственности, зато разжигает аппетит. И удержаться от очередной порции салатика с майонезом становится очень сложно. В результате человек часто переедает, а потом поправляется. Еще опаснее то, что алкоголь употребляют в основном вечером или после обеда, когда скорость обменных процессов в организме уже замедлена. А значит больше вероятности, что все съеденное отложится про запас. Употребляйте спиртное не чаще один раз в месяц или откажитесь от этой привычки полностью. Ставьте отметку «Нравится». Спасибо за просмотр выпуска. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Алиса Иванова.